Предлагаю начать. Давайте еще раз познакомимся. Рядом со мной сидит продакт-менеджер по оборудованию ITC Алексей Злобин. Я представляю моего коллегу Юрия Якушин, пресейл-инженер по оборудованию ITC. По поводу небольших правил, если по ходу нашего выступления у вас появятся вопросы, не стесняйтесь, сразу задавайте их в чате. После того, как мы расскажем тему, слайд, посмотрим и сразу же тогда на него ответим. Не надо ждать окончания нашего вебинара, чтобы задавать вопросы. Сдавайте их сразу. Давайте начнем. Мы продолжаем серию вебинаров о компании ITC. Сегодня мы с Юрием расскажем вам про безбумажную конференц-систему. Что такое безбумажная система, конференц-система? Термин безбумажная. Сама компания ITC называет свою систему paperless. Мы долго думали, как можно назвать по-другому, потому что безбумажная – это фактически дословный перевод paperless. Но когда мы начали с этой системой знакомиться и работать, этот термин как-то прижился, и мы его начали использовать и будем использовать в названии конференц-системы. Сегодня мы расскажем вам о текущей ситуации и проблемах при проведении конференции, о возможностях системы, ее применении, предоставим какие-то общие сведения о системе и расскажем о структуре системы. Правда, позволю ставить свои пять копеек, скажем так, что этот у нас вводный вебинар. Мы только рассказываем вообще, зачем эта система, какие задачи и проблемы она может решить. Наверное, более конкретно о непосредственном оборудовании, о железках будет проводиться другой вебинар. Тоже рекомендуем вам его посетить. Сейчас такие общие сведения вообще об этом решении. Какие существуют проблемы при проведении классических конференций? Для подготовки конференции необходимо распечатать большое количество бумажных материалов, нужно сделать переплет или брошировку этих материалов, нужно раздать эти материалы всем делегатам, подготовить оборудование проекционное, это или проектор, или видеостену. Если делегаты приходят со своими носителями, со своими ноутбуками, необходимо провести копирование файлов, произвести регистрацию участников, рассадить участников на места, распечатать именные таблички, расставить их правильно. На все это затрачивается большое количество времени. В результате, что мы имеем? Мы имеем низкую эффективность и потерю времени на подготовку. И второе, это использование большого количества бумаги и высокую стоимость самой конференции. Мы сейчас зачастую тратим гораздо больше времени на подготовку, на проведение самого мероприятия. Также у нас выпадают дополнительные трудозатраты на бумагу, чтобы распечатать, например, какую-то программу мероприятия, либо какие-то презентационные материалы. Причем тратим не только на саму бумагу, но и на тот же картридж, на принтер, который все это будет распечатывать. Наши безмоложные решения позволяют от этого избавиться. Помимо проблем при подготовке мероприятия, возникает еще проблема при проведении мероприятия. Как я уже говорил, делегаты приходят со своими ноутбуками. Эти ноутбуки нужно как-то скоммутировать. Если есть необходимость выводить изображение с этих ноутбуков на систему отображения информации, значит, в стойке есть оборудование, которое обслуживает технический персонал. В этой стойке может находиться и старое какое-то оборудование, которое не используется. Все это приводит к низкой эффективности. Во время самой конференции сложно соблюдать очередность выступлений, следить за таймингом, следить за использованием печатных материалов, потому что некоторые печатные материалы раздаются для финального ознакомления, а в некоторых можно проводить и делать какие-то заметки. В результате этого нужен персонал, который должен за этим следить. После мероприятия нужно все эти материалы собрать, те, которые подписаны, в тех, у которых сделаны заметки. Все это нужно как-то сархивировать и передать персоналу для анализа. Безбумажная система компании ITC позволяет решить все эти проблемы. Что же такое безбумажная система компании ITC? Это аппаратно-программный комплекс с очень богатыми функциями, с простым и интуитивно понятным интерфейсом, со стабильной и надежной работой. Система может помочь организаторам конференции значительно снизить нагрузку на рабочую среду, легко осуществить контроль за собранием в ходе его проведения, повысить эффективность конференции, а также сэкономить значительные средства и ресурсы на печатном и проекционном оборудовании. Из чего состоит безбумажная система компании ITC? Сердцем системы является платформа или сервер управления. Также есть сервер медиа-стриминга. На рабочих местах делегатов располагаются моторизованные выдвижные мониторы. К этим мониторам подключен терминал. Это специализированный мини-PC с установленным специальным программным обеспечением. И все это с помощью коммутатора соединено в локальную сеть. Да, ну, то есть данный комплект, который состоит из терминала и выдвижного моторизированного монитора, он устанавливается не только у делегатов, но и у председателей. Ну, другими словами, это у всех участников конференции. Кто должен иметь доступ к документам, кому важно именно непосредственно участие в конференции, голосование. Мы понимаем, что есть участники, которые могут сидеть по стеночкам на стульчике и просто, так скажем, впитывать информацию, получаемую от выступающих. Какие проблемы мы решаем, используя безбумажную систему компании ITC? Про проблемы мы уже говорили, а сейчас, что это наше решение позволяет получить какие блага. Что мы решаем? Используя сенсорные выдвижные мониторы, мы на них просматриваем электронные файлы, мы экономим бумагу, соответственно, мы следуем зеленой концепции по охране деревьев окружающей среды, работаем на благо экологии. Во время конференции все делается очень просто. Подготовка конференции, уведомления, заметки, управление, сопровождение – все это происходит очень быстро и просто. Фактически это делает один человек через веб-интерфейс, то есть не надо затрагивать большое количество людей, там, на печатание, секретарей, чтобы это разносить, все эти бумаги за столом. То есть все это делает один человек через веб-интерфейс. Ну, это экономит время всех, ну, наверное, кроме зачастую того человека, который это делает, но ему это делать через веб-интерфейс гораздо удобнее. Решение фокус на заказчике. Как вы видите, наши мониторы, мониторы компании ITC, они имеют очень красивый дизайн. Это ультратонкий LCD-монитор сенсорный с толщиной всего 9 мм. Есть возможность у этого монитора наклоняться. Градус наклона от 0 до 30 градусов. Он очень компактный. Данные мониторы доступны в трех диагоналях – 15,6, 17,3 и 18,5 дюйма. Как я уже говорил, это мультисенсорные мониторы. На панели, которая располагается на столе, есть USB-порт, к которому мы можем подключить USB-флешку для того, чтобы импортировать документы или материалы, которые принесли с собой в конференцию. Также этот USB-порт может использоваться для подключения клавиатуры или мыши. Как проводной, так и беспроводной. Да, как проводной, так и беспроводной, соответственно. Для чего нужен сервер медиастриминга? Сервер медиастриминга – это неотъемлемая часть безбумажной конференц-системы. Он позволяет как добавлять в конференцию, как вводить в конференцию, так и выводить из конференции на внешние источники видео и звуковые файлы. Мы можем с помощью этого сервера транслировать изображение с экранов участников конференции на видеостену, состоящую из панелей, либо вывести на проектор экран вместе со звуком. А также в конференцию мы можем транслировать изображение с кода КВКС или с внешнего какого-то DVD-плеера. Да, все верно. Главная задача сервера, сервера медиастриминга – мы же хотим видеть, во-первых, на всех наших выдвижных мониторизированных мониторах изображение, которое сейчас выступающий нам передает. Это же изображение может вводиться на видеостену, либо, например, передаваться другим участникам видеоконференции. Например, такой сценарий мы прорабатывали на ITC, на Vendor Day в Алматы. У нас был сделан сеанс между московским офисом и алма-атинским офисом. И человек, который выступал с Москвы, передавал свое изображение другим участникам конференции, в данном случае это был алма-атинский офис, и на выдвижных мониторах в городе Алматы мы видели это, собственно, изображение, которое нам передавал тот человек. То есть… Все это производилось посредством кодека. Ну и терминала, и медиа-стриминга. То есть… Зачем бывает… Зачем он используется? Зачем его необходимость? Помимо чисто безбумажного решения, Зачастую в инфраструктуре заказчика могут быть еще сторонние системы, например, бронирование комнаты, ЦРМ-системы. Может потребоваться интеграция с офисными системами. Либо, например, если мы говорим о компаниях, например, о судах, либо обучающих. То есть у каждого в этой системе есть решение, по которому они непосредственно сами работают, специализированные системы. У нашей безбумажной системы есть открытый протокол API, через который можно провести эту интеграцию со сторонними системами. На данном… Так как компания ТСИК китайская, и на российском рынке она еще, к сожалению, не очень популярна и знакома, мы как раз-таки вводим эту, так скажем, увеличиваем ее популярность. Если у вас есть такие решения, задачи, когда нужно будет безбумажную конференцию с чем-то интегрировать, мы будем только за… Благодаря вам мы сможем добиться этой совместимости, обращаясь напрямую к инженерам-производителям. Помимо выдвижных мониторов, которые выступают в роли рабочего места для участников собрания, также у нас есть и программные клиенты, у ITC есть программные клиенты, которые можно установить на операционную систему Android. Но, к сожалению, сейчас оно доступно только на китайском языке и на китайском плеймаркете. Надеемся, что в этом году уже появятся решения и для других стран, в частности и нас, в том числе уже и на русском языке. Сейчас, главное, перейдем о возможностях системы, чуть подробнее поговорим, что наша система позволяет делать. При подготовке конференции, что нужно сделать предварительно? Нужно загрузить данные в систему и уведомить участников о встрече. Во время конференции система позволяет производить чтение документов, производить просмотр одного общего экрана. Если один из делегатов или председатель показывает какой-то документ на своем мониторе, и этот экран могут видеть все участники. Можно производить воспроизведение видео, которое также транслируется на все экраны участников конференции, производить общение в чатах, производить голосование и получать обслуживание во время конференции, так называемый конференц-сервис. Если делегату необходима ручка, блокнот, бумага, может быть, чашка чая, все это можно запросить у обслуживающего персонала через специальный сервис. После конференции мы производим проверку записей, мы производим организацию работ по архивированию конференции, архивированию документов и отслеживанию решений. Отслеживание решений – это результаты голосования, опросов. С чего начинается конференция? Для начала конференции администратор конференции создает эту конференцию. Неожиданно, не правда ли? Да, он ее создает, вводит название, вводит время проведения, добавляет место проведения этой конференции. Делает он все это через веб-интерфейс. Да. Также администратор конференции добавляет участников. Это можно сделать как вручную, так и можно импортировать список. Например, если есть экселевский файл со списком участников, его можно импортировать сразу в систему. После этого, когда добавлены участники конференции, опять же с помощью интуитивно понятного интерфейса можно участников рассадить по местам. То есть перетаскиванием мышкой мы сажаем участника на назначенное место. Также администратор добавляет главный приветственный экран. Ну, например, приветствуем участников проведения конференции ITC. Все это участники видят на своем на главном экране. На оборотной стороне выдвижного монитора у некоторых моделей есть электронные таблички, именные таблички. Соответственно, администратор конференции заполняет эти таблички, вносит имя, возможно, там должность участника конференции. И на обратной стороне монитора, соответственно, то есть другие участники, которые сидят напротив него, он, грубо говоря, увидит, что там сидит Иван Васильевич, руководитель, например. Руководитель отдела. Да, например, руководитель отдела. Если компания большая и сотрудники зачастую не знают друг друга в лицо, то как раз скилл. Это очень помогает в общении, проведении конференции. Чтобы не говорить там, уважаемый, извините, нужно уточнить. То есть можно уже будет сразу сказать, там, Иван Васильевич, у меня к вам вопрос. Также заранее вносятся вопросы для голосования. Список вопросов определяется заранее, он добавляется, вносится варианты ответов. Кроме голосования можно проводить еще и рейтинги. Помимо сказанного ранее, для подготовки к собранию зачастую нужно загружать какие-то видео. Например, если на собрание приглашается отдел маркетинга, они могут подготовить какой-то видеоролик о компании, надо, чтобы его все просмотрели. Как один из вариантов, мы можем туда загружать непосредственно видео и воспроизводить это, и просматривать, чтобы потом в дальнейшем это прокомментировать, обсудить это. Также немаловажно, можно создавать так называемые программы встречи, чтобы соблюдать тайминги, разбить эту встречу по темам. Например, первые 20 минут мы обсуждаем один вопрос. Мне хотелось бы какой-нибудь пример, но условно, подарки на 23 февраля, вторая тема, вторая 20 минутка, это обсуждение подарков на 8 марта, чтобы соблюдать тайминги, опять же. Также можно создавать временные файлы. Под временными имеется в виду, что можно PDF, картинки загружать, чтобы потом в дальнейшем это работать. Также под временными файлами развивается, когда человек, допустим, пришел со своей флешкой, то есть это документ не предзагруженный, а именно в ходе конференции человек может загрузить в конференцию свою, собственно, какую-то... Свой документ заранее. Да, собственно, свой собственный документ. Для участия в конференции, то есть в принципе бывают конференции, когда нет необходимости следить за присутствующим, отмечать их посещение, но такая возможность в наших системах есть. То есть для того, чтобы участвовать в конференции, человек, который пришел на свое рабочее место, он должен сделать так называемую регистрацию. У нас это выглядит в виде подписи. То есть он пришел, на экране нажал зарегистрироваться, и ему нужно ввести подпись его. Пальцем по экрану он рисует свою подпись, хотя бы там крестик условно поставит. И потом по результатам конференции мы увидим список участников, которые прошли, то есть кто авторизовался, кого не было на рабочем месте, и, соответственно, потом можно будет видеть, кто из авторизованных людей проголосовал, чтобы, скажем так, если можешь добавить, говори. Единственное, да, я хотел добавить, что данную процедуру участник может сделать не в любое время, а только в тот момент, когда председатель запускает данную процедуру регистрации. Ну, это может быть и председатель, и администратор. Ну, да. То есть это не обязательно может быть перед началом конференции, это может быть и во время конференции сделано. Вот пример перед вами, как это выглядит на экране, на веб-интерфейсе безбумажной системы. Отражается дата, время, и с правой стороны видите непосредственно саму рукописную подпись. Для администратора, когда бывает важно, если он подготавливает какие-то документы, материалы для конференции, ну, видеть, в каком виде они загрузились. То есть через веб-интерфейс он может посмотреть, как загрузился вордовский документ в нормальном виде, может быть, там разъехались, ошибки какие-то. Ну, повлиять на ошибки он никак не может, он просто может увидеть, в каком виде это все загрузилось, если какие-то проблемы. Чтобы неожиданно это не появилось в ходе конференции, что это на самом деле нечитабельно, и что этим пользоваться нельзя. Во время конференции делегатам доступен видеосервис. Он делится на live-видео и on-demand-видео, так называемое видео по запросу. Live-видео поддерживает видеопотоки RTSP и RTMP, а видео по запросу поддерживает большинство видеоформатов. Что такое видео по запросу? Это вот когда заранее на сервер медиа стриминга загружаются файлы, они находятся в специальной папке, и при необходимости либо председатель, либо делегат, у которого есть такой функционал, может этот файл при необходимости запустить для просмотра. Также возможна загрузка документов через USB-порт, который находится у каждого делегата на панели монитора. Он поддерживает чтение всех форматов. Можно вставить флешку и загрузить и просмотреть документ. Можно этот документ загрузить в специальную папку temporary files, и этот документ уже будет доступен для просмотра и чтения всеми собравшимися. Это как раз и сценарий, когда, например, в конференцию приходит человек, который приносит с собой флешку, на которой непосредственно материал, который будет обсуждаться с другими участниками конференции. То есть это не администратор его загружает предварительно, а именно это в ходе собрания человек пришел и выступает. Опять же, он оперативно загрузил свой документ. Соответственно, доступна общая трансляция и независимый просмотр для всех делегатов. Участники могут обратиться к председателю с просьбой подключить микрофон для выступления. Также делегат может свой экран отправить на терминалы других участников, для того чтобы они могли его просмотреть. Участники могут сделать так, чтобы на экране отображалось то же содержимое, что и на экране говорящего, а можно перейти в независимый просмотр для самостоятельной работы. Также на терминале можно включить режим компьютера, обыкновенный рабочий стол и потом при необходимости вернуться в режим конференции. Одна из самых важных функций, что позволяет делать эта система, это аннотации. По-другому это может называться совместная работа, когда рассказывается, как сейчас мы для вас рассказываем презентацию, и другие участники, нужно им делать какие-то пометки либо замечания. Это как раз и выполняется путем аннотаций, что люди совместно работают, например, можно выделить какие-то ошибки. И самое главное, что вот эти все замечания, они будут сохраняться системой, и затем ими можно будет уже воспользоваться после завершения конференции. Помимо редактирования готовых материалов, можно делать так называемый whiteboard либо интерактивная доска, когда у нас есть чистый белый лист, либо мы можем туда загрузить какую-то картинку и по этой картинке сверху рисовать. И также система позволяет это сделать, например, либо чисто локально, когда сам абонент за своим компьютером сидит и сам себе условно это рисует, только он это видит. Или это можно сделать как совместное использование, когда на всех мониторах отображается одна и та же картинка, и все вместе на одном белом полотне рисуют. Бывает, что по ходу конференции надо, допустим, показать, для примера, сайт нашей компании, чтобы на нем сделать, например, какой-то акцент, либо посмотреть, как это выглядит в реальности на сайте, например, какую-нибудь карточку товара, то для этого на выдвижных мониторах есть специальная кнопка с браузером, где открывается браузер, и можно через сенсорный экран ввести необходимый адрес, например, ipmatica.ru, либо в ITC, там какой-то сложный ITC, тех.pa.net, сложный адрес, лучше на ipmatica.ru заходить. Чтобы не переходить в интерфейс Windows и там не открывать, потому что если вы зайдете в интерфейс Windows, это изображение вы уже никак не сможете продемонстрировать другим участникам конференции. Вот, собственно, какие конференц-сервисы доступны по умолчанию в системе. Чай, ручка, бумага, микрофон, помощь сотрудника. Если человеку необходимо что-то, чего нет быстрого доступа, есть специальная кнопка АЗА, ну, или там другое, можно перевести как это. Открывается текстовое окно, где можно написать, например, кофе, фломастер. Ну, в принципе, любое все, что напишете, будет транслироваться именно сотруднику, который будет просмотреть секретарю, администратору. Единственное, я хотел добавить, что при необходимости этот конференц-сервис, его можно кастомизировать, но сможет это сделать непосредственно производитель при, соответственно, производстве этой системы. Ну, это уже в рамках проекта обсуждается. В рамках какого-то проекта. Какие нужны кнопки, какой функционал. Общение. Возможно, в ходе конференции общение как приватное, скажем так, один абонент с одним абонентом разговаривает, так и групповые. Слева мы видим абонентов, которые сейчас находятся в сети, условно, онлайн. И галочка, путем нажатия на галочку, можем выбрать, с кем мы будем общаться. Если мы получаем входящее сообщение, в правом верхнем углу у нас есть специальная кнопка «Месседж». Вы ее можете увидеть справа вверху. Если нам пришло какое-то сообщение, там будет стоять уведомлялка об этом, чтобы мы могли перейти и посмотреть, кто нам что написал. У председателя и у администратора конференции есть возможность централизованным управлением всей системы. К примеру, можно во время конференции принудительно отображать на мониторах информацию о, скажем, кому это рабочее место предназначается, например, это display name функционал, либо информация о конференции с программой, то есть сразу на экране человек увидит вообще, зачем он сюда пришел, если вдруг он не знает, и увидит план собрания. Можно управлять подъемом и опусканием мониторов, чтобы, допустим, не подходить к каждому монитору и включать его, можно разом на всех поднять. И уже тогда люди отрегулируют угол наклона нужной для них. Давайте поговорим о самой структуре системы. Более подробно остановимся. Мы в начале презентации немножко затронули эту тему. Система, как я уже говорил, состоит из платформы сервера управления, сервера медиастриминга. Выдвижные мониторы, они как бы представлены здесь в нескольких видах. Они могут быть с одним экраном, с двумя экранами. Второй экран – это так называемый NEM-плейт электронная табличка. Также они могут быть со встроенным выдвижным микрофоном. Есть отдельно еще выдвижной микрофон, который применяется и в безмуважной конференц-системе, и с другими системами, аудио-конференц-системами. Также есть моторизованный монитор, который не выдвигается вертикально, а складывается. Это очень удобно для применения в трибунах выступающих. Да, это может быть в учебных, на лекционных трибунах. Ну да, да, да. Есть программные терминалы для установки на компьютеры под управлением Windows и на планшеты под управлением Android. Так, секундочку. Платформа, именно непосредственно сервер управления. Он у нас называется TS8300. И есть еще дополнительные, более мощные аппаратные сервера с вариатурой А дополнительно и Б. Как вы можете видеть, каждая из этих серверных платформ рассчитана на определенное количество участников конференции. Ну, условно, под участниками можно понимать рабочее место. На количество выдвижных мониторов. Ну, не только выдвижных мониторов, а именно непосредственно терминалов и выдвижных мониторов. То есть это такой комплекс. Цены, если у вас будут вопросы, сколько это стоит, вы можете написать письмо Алексею Злобину. И также вы можете зайти на наш сайт ipmaticu.ru. У нас уже есть соответствующие карточки товара на сайте с розничными ценами. Да, можете все это посмотреть. Ну, а партнерские цены как раз вот вы сможете узнать Алексея Злобина. Мы в конце оставим его электронную почту. Ну, контакты, да. Мультимедийный стриминг, сервер медиастриминга, называется он 8308. Он уже в единственном экземпляре, то есть нет у него каких градаций по мощности. В принципе, такая двухюнитовая железка, которая непосредственно отвечает за демонстрацию аудио-видеосигналов во время конференции. В принципе, про это мы уже рассказывали. Вот здесь он в единственном виде представлен. Хочу отметить, что самое популярное у нас это как раз-таки на данный момент это 8300 сервер, который, так скажем, самый первый начального уровня. Он выполнен в двухюнитовом исполнении, двухюнитовом решении и в аналогичный корпус у сервера медиастриминга. На рабочем месте что может быть? Для рабочего места необходим, во-первых, терминал или по-другому это мини-PC с предустановленным софтом. Но это, опять же, хотим обратить внимание, это специализированный терминал, подготовленный компанией ITC. Необходимым набором интерфейсов для подключения к выдвижному монитору. Не только к выдвижному монитору, но и для работы вместе с серверами, серверными платформами. На рабочем месте может быть уже моторизированный экран, 15-дюймовый, 17-дюймовый, 18-дюймовый, в зависимости от требований с дополнительным экраном, либо с выдвижным монитором. Например, может быть куплен комплект, где будет экран выдвижной без встроенного микрофона, а микрофон может быть просто настольный стоять. При этом они будут связаны. Такое решение тоже возможно. Ну или как вариант можно использовать вместе с терминалом наклонный, складывающийся монитор. Опять же, в зависимости от задачи. На рабочее место мы в принципе рекомендуем именно наш, точнее не наш, а терминал от компании ITC. Но если, допустим, определенный функционал не нужен, это мы можем обговорить уже непосредственно при каком-то проекте, если у вас появится такой вопрос, то можно, точнее, ITC распространяет программный клиент, который используется для участия в как раз кип-пепперлесс, в безбумажных системах. Вы можете использовать свой, например, компьютер, подключить его к внедрежному монитору, и основной базовый функционал он уже будет работать и выполнять. Ну, хотели еще раз акцентировать внимание, что есть две программы у ITC. Одна программа – это не для полноценного участия в конференции, где мы будем как полноценный участник конференции участвовать в голосованиях, видеть видеоизображения, отправляемые выступающим. И есть программный клиент для секретаря, то есть это клиент, который позволяет принимать запросы о чай, бумаге, ручке, и если нужна просто какая-то другая помощь необходимая. Ну, здесь представлен микрофон ТС-0210. К сожалению, данный микрофон, он не работает в составе безбумажной конференц-системы, но, собственно, для чего мы его здесь показали. Компания ITC придерживается концепции безбумажной работы, безбумажного обмена документами и работы с документами. Вот данный микрофон, это микрофон аудиоконференц-системы с большим сенсорным экраном, с именной табличкой, он имеет функционал, имеет USB-порт, через который можно закачать на этот микрофон документы во всех ордовских форматах и, соответственно, на них просматривать. Но обмениваться, к сожалению, данный микрофон документами не позволяет, и он не работает в составе безбумажной конференц-системы ITC. Ну, сюда мы добавили показать, что, в принципе, есть решения существуют, которые можно установить у них. Есть, во-первых, имена и табличка, чтобы видеть, с кем, кто напротив тебя сидит, и работать с документами. То есть, если прийти, в принципе, на 7-дюймовом экранчике можно посмотреть какие-то заготовки, либо показать другим участникам, ну, просто именно, чтобы они подошли и посмотрели это на экране. Также в ассортименте есть именные электронные таблички. Эти таблички используются как самостоятельные. Они есть в двух видах. Это с 7-дюймовым сенсорным экраном, с внутренней стороны обычным экраном. Это TS-8209VP, который питается Пупоя, и TS-8209A, которая снабжена аккумуляторами и работает по Wi-Fi. То есть, это решение, получается, настольного типа, где мы их просто в нужное время поставили, и они работают. Да, запрограммировали имена делегатов и оставили по столам. Есть моторизованная двухсторонняя электронная табличка TS-F1107T. Она также используется как самостоятельная двухсторонняя электронная табличка, программируется подключением к персональному компьютеру, используя специальное программное обеспечение. Какие есть сценарии, варианты применения? Здесь мы можем пробежаться по, опять же, вспомнить о возможностях системы. Про применение мы уже говорили. Здесь это просто, так скажем, более конструктивно показано, какие основные функции. Про них мы уже говорили ранее. Здесь они просто, опять же, собраны. Собраны воедино. Что мы можем во время конференции. Следующее, по-моему, что мы можем непосредственно работать с документами. Возможности по программному обеспечению, что позволяет. А дальше у нас идут слайды, как раз, наверное, более интересные. Про организацию. Переключайте. Немножко за деньги поговорить. Да. Здесь мы приведем пример расчета переговорной комнаты на 10 человек. Как вы видели, значит, структура системы, она понятна. Нужна платформа TS-8300. Одна штука. Нужен сервер медиа стриминга. Нам необходимо 10 моторизованных мониторов 17-дюймовых. Ну, мы так взяли, ну, не виртуальные, но придумали такой проект, что нам выбрали 17-дюймовый, таким же могли и 15-дюймовый. Да, можно любой. Это как бы выбрали серединку. К каждому монитору необходим терминал, их также 10 штук, сетевой коммутатор для связи компонентов системы. И стоимость такой системы, вот именно безбумажные части, безбумажная конференция система получилась на 71 425 долларов. Ну, опять же, это розничные цены, рекомендованные розничные цены. Для того, чтобы составить полноценную систему, полноценный зал, мы еще внесли в эту спецификацию профессиональную телевизионную панель. Это как средство отображения информации. Эту панель нужно на что-то повесить. Мы предлагаем мобильную стойку компании IP-MATIC. А за аудио, часть за аудиоконференции у нас отвечает контроллер TS-W100. Нам нужен кабель-удлинитель для того, чтобы связать контроллер с первым микрофоном. Используем микрофоны TS-0205, это микрофон председателя, и TS-0205 микрофоны делегатов. И вот стоимость аудио-части и видео-части у нас получилась на 9800 долларов. Итого получаем 84 тысячи долларов. Такая круглая цифра у нас получилась. Соответственно, здесь мы приводим пример расчета уже большой переговорной комнаты на 25 человек. Здесь мы также используем платформу, сервер медиа-стриминга. Используем 25 мониторов уже со встроенными микрофонами. Один делегат и 24 монитора, вернее, один председатель и 24 микрофона делегатов. 25 терминалов, сетевой коммутатор. За аудио-часть у нас, за аудиоконференцию отвечает контроллер TS-W100. Используем кабель-удлинитель. Все это оборудование имеет трековое исполнение. Ну, платформа и контроллер аудиоконференции связи нам нужно установить в серверный шкаф 12-юнитовый. Мы предлагаем также профессиональную ТВ-панель, мобильную стойку. И стоимость нашей системы получилась 202 108 долларов. Ну, для такой комнаты просто так использовать безбумажную систему как бы можно. А можно расширить функционал, добавить кодек ВКС, использовать систему в интеграции с видеоконференц-связью. Стоимость части ВКС составила 13 143 доллара. И общая стоимость проекта получилась 215 251 доллар. Сумма очень приличная. Вы можете сказать, да, это очень дорого. Но, как ни странно, спрос на данные системы есть. И заказчики, которым такие системы нужны, они также есть. Немножко примеров, как это может выглядеть в реальной жизни. Здесь это многофункциональный конференц-зал. Здесь используется аудиоконференц-система, система усиления звука. Используется мультимедийная система управления, матричный коммутатор, видеоконференц-система, безбумажная конференц-система. Как вы видите, видеостена. Все это оборудование производится компанией ITC. Ну, кроме средств отображения, про них мы пока не будем. Хоть ITC и производят их, но мы пока до данного решения не дошли. То есть тут пользователи, у каждого на рабочем месте есть врезные мониторы. Есть большой экран в виде стены и дублирующие экраны по бокам. Радиомикрофоны, есть камера от ВКС. Слева можно увидеть планшет, который как раз с системой центрального управления. Ну, перейдем к другому проекту. Там еще колонки были. Вот непосредственно проект с выдвижными мониторами. Такой большой, солидный стол. Так называемая конференция за круглым столом. Здесь представлена безбумажная конференц-система, аудиоконференц-система. Для того, чтобы изображение транслировалось и дублировалось на экраны, необходим матричный видеокоммутатор, необходима система звукоусиления. И, как вы видите, есть планшет, также централизованный системой управления. Это может быть оборудование, как компания ITC. Компания ITC выпускает, у нее есть в своей линейке такое оборудование. Так можно использовать оборудование известных брендов Crestron или IMX. Здесь, например, я хотел бы отметить, что используется большое количество мониторов, но мониторы используются без выдвижных моторизированного микрофона. То есть можно обратить внимание, что здесь стоят именно врезные самостоятельные микрофоны. Возможно, здесь это используется для того, чтобы использовать систему синхронного перевода, про которую мы здесь не затрагивали. И Алексей, по-моему, рассказывал ее на предыдущем вебинаре. И также на этих мониторах можно увидеть, что сзади используется второй экран, то есть они именно с именными табличками. Перейдем к следующему проекту. Это центр управления, или так называемый ситуационный центр, или control room, по-разному называют. Здесь также применяется дискуссионная конференц-система, система усиления звука, центральная система управления, видеоконференц-связь, безбумажная конференц-система и большая видеостена. Здесь, например, выдвижные мониторы. Они просто очень мелко плохо видны, но они есть. Да, то есть этими картинками, этими слайдами мы хотим показать, что эта система может не только использоваться в переговорных комнатах или конференц-залах. В принципе, это решение можно принести достаточно в широкий спектр задач, компаний, которые могут этим воспользоваться. Можно вот в судах использовать данную систему. В судах достаточно большой документ-оборот, и безбумажная система будет очень актуальна. Вот пример применения в тендерном комитете. Да, и тут уже без видеоконференц-система, то есть это закрытая такая комната, где люди приходят, и только... То есть это информация во мнении, куда они выводятся. Даже, в принципе, в таких случаях можно и даже без системы вывода звука обойтись, без усиления. Ну вот представлен эмиссионный центр. В Китае много компаний, которые выходят на IPO. Соответственно, вот безбумажная конференц-система находит применение там. Коллеги, ну вот, в принципе, и все, что мы хотели рассказать сегодня. Если у вас есть вопросы, задавайте. Можем сейчас на них ответить. У нас есть время. Да, ожидаем ваш вопрос. Если появятся вопросы по ценам, да и вообще, в принципе, если любые вопросы появятся об оборудовании, перед вами на слайде информация, контактная информация Алексея Злобина и его адрес в электронной почте. Опять же, можете зайти на сайт epimatica.ru, посмотреть карточки товаров, и там будут с рекомендованными розничными ценами. Да, есть раздел с оборудованием. Единственное, коллеги, хотел добавить. У нас открывается демо-комната, демо-рум, где представлена безбумажная конференц-система. Большое количество выдвижных мониторов. Можно посмотреть их работу, платформу посмотреть, как данная система интегрируется с аудиоконференц-системой, с видеоконференц-системой. Все это доступно в нашей демо-рум. Пожалуйста, обращайтесь, записывайтесь, оставляйте свои заявки на посещение. Будем рады вас видеть. И еще хотел сказать, что 25 марта в Москве у нас будет проходить вендор-дэй компании ITC. Также приглашаем вас принять участие. Многие из вас уже, наверное, получили приглашение на это мероприятие. Регистрируйтесь или заходите на сайт компании IPMATIC в раздел мероприятия. Заходите в данное мероприятие 25 марта вендор-дэй и также там регистрируйтесь. Спасибо за внимание. Мы пока отключаем у себя микрофон. Возможно, сейчас еще, наверное, и камеру отключим. И пять минут посидим, подождем ваши вопросы. Если они будут, то ответим на них. Спасибо. Спасибо.